В конце прошлой недели Палата представителей одобрила ставки закона о вмененном налоге, согласно которому предприятия мелкого и среднего бизнеса определенного профиля будут платить все свои налоги вперед из расчета по тем самым ставкам. Это существенно упрощает процедуру налогообложения и является, по общему признанию, прогрессивной системой. Однако ставки, по мнению предпринимателей, оказались слишком высоки. В этом им не удалось убедить депутатов, которые приняли к сведению расчеты Министерства экономики. Впрочем, с тем, что ситуация неоднозначная, согласился и министр экономики Андрей Кригер, о чем и сообщил сегодня на пресс-конференции. По его словам, ставки налога высоки, но не смертельны, а порядок наводить все-таки надо. Когда я задал вопрос, сколько город Петрозаводс получает доходов от торговли на рынках, от ларьков, мне никто не мог назвать цифрой. И в настоящее время мы не можем получить цифру. Кроме того, ставки дифференцированы в зависимости от места, где расположено предприятие и других условий. С министром экономики не согласился находящийся тут же директор хлебозавода, председатель ассоциации местных товаропроизводителей Владимир Сабинский. Вы знаете, что у нас в городе часть магазинов – это небольшие ларьки на рынках. Это в месяцах? Да. Например, вот этот же ларек. Если сегодня мы платим 2896, то будем платить 6750. А? С чего? Как с чего? Вопросы. Откуда возьмете? Да, да. Так, хорошо. Владимир Владимирович. Сейчас я еще хочу сказать. Значит, в российском законе есть такие моменты, которые карельский закон почему-то не принял. Явно раздраженный таким поворотом беседы Андрей Кригер заявил, что пресс-конференция закончена. И согласился ответить на вопросы лишь после того, как его оппоненты покинут кабинет или хотя бы замолчат. Кригер заявил, что закон будет вводиться цивилизованно и не будет напоминать экспроприацию. Мы, просчитав, и вчера еще раз Виктор Николаевич Масляков подтвердил это, о том, что по некоторым предприятиям у нас идет увеличение, по большинству предприятий идет снижение ставок налогов. Вот там, где идет увеличение, я думаю, мы должны провести мониторинг и посмотреть, как нам все-таки добиться того, чтобы ставки были реальные и подъемные. Однако такое объяснение не смогло удовлетворить предпринимателей, которые собираются добиваться правды у председателя правительства, который, в свою очередь, закон еще не подписал.